Особую активность после введения третьего декрета предупреждений социального иждивенчества проявили те граждане, которые не работали уже более года. На начало сентября в качестве безработных зарегистрированы 873 человека, тогда как 1 июля эта цифра была почти на 100 человек больше. В управлении по труду, занятости и социальной защите оказывают максимальное содействие в трудоустройстве. В первую очередь это, конечно, содействие в трудоустройстве. За 8 месяцев у нас трудоустроено 1886 безработных. И хочется отметить такой положительный результат. Показатель трудоустройства у нас выше среднеобластного и выше, чем в городах Бресте и Барановичи. Тем, кто не смог найти для себя работу в перечне вакансий, предложат пройти обучение на востребованной профессии с последующим трудоустройством. А желающих открыть свое дело при грамотно составленном бизнес-плане поддержат субсидиями, которые покроют часть затрат. В этом году у нас прошли профессиональное обучение 117 человек. Мы стараемся обучать безработных под заказ нанимателя с гарантированным последующим трудоустройством. Оказываем содействие в организации предпринимательской деятельности. В этом году у нас 19 безработных получили субсидии для организации предпринимательской деятельности. А пока гражданин ищет работу, ему могут предложить варианты временной подработки. На период активного поиска работы мы предлагаем безработным участие в оплачиваемых общественных работах по благоустройству территории города, дворовых территорий и территории нашего городского парка культуры и отдыха. И ждем заявок от хозяйств Пинского района для оказания помощи в уборке урожая. По сравнению с прошлым годом, потребность в кадрах в Пинске снизилась более чем в два раза. Остается устойчивый спрос на работников медицины, а также строителей, но с выездом за пределы города и республики. Что касается трудоустройства молодежи, то стоит отметить, что в этом году проблем с выпускниками учебных заведений нет.